Казалось бы, не так давно завершился учебный год, но уже приближается начало следующего. Идущая полным ходом подготовка школ и детских садов близится к своему завершению. Подробности в нашем следующем репортаже. Десятый детский сад, расположенный в центре Славянска-на-Кубани, на пересечении улиц Батарейная и Ленина, находится в неплохом состоянии. И тем не менее, здание имеет немалый возраст, а значит, нуждается в ремонте. Сейчас ремонтные работы заканчиваются в первой младшей группе, с тем, чтобы малыши попали в зону полного комфорта. Администрация района выделила нам средства на ремонт первой младшей группы. Сейчас ремонтные работы идут к завершению. Мы довольны работой. Подрядчик сработал на отлично. Ждем наших воспитанников маленьких. 17-й детский сад находится недалеко от 10-го. Недавно здесь произошло важное в его истории событие – открытие нового корпуса для малышей на 40 мест, отвечающего самым современным требованиям. Это расширение повлекло за собой необходимость обновления пищеблока, поскольку готовить теперь нужно на гораздо большее количество детей. Количество мест для деток увеличилось в конце 2020 года на 40 мест. Сейчас прибывает в детском саду 181 человек. В связи с увеличением мест для детей и произошла реконструкция пищеблока, реконструкция нашей территории. Новый склад мы приобрели, оборудование для пищеблока. То есть, наш детский сад соответствует современным требованиям. Новое оборудование – пароконвектоматы. Чудесный, прекрасный. На нём и выпечка, и вторые блюда готовятся. Новая картофелечистка. Приобрели мы также мясорубку новую, мощную, хорошую. Кипит работа и в школах. В 46-й школе хутора Нищедимовского сделан большой шаг вперёд в плане благоустройства. Заменены на новые многие окна и двери. Благодаря краевой программе развития образования в этом году мы заменили 26 окон на новые, пластиковые. Кроме этого, заменили двери. Мы стараемся, чтобы 1 сентября был настоящий праздник, чтобы и учителя, и учащиеся вошли в свежие, красивые, отремонтированные классы. Косметический ремонт сотрудники учреждения образования завершают своими силами. И в 9-й Петровской школе есть весомый повод для радости, потому что здесь в нынешнем году прошёл капитальный ремонт туалетов. Они сверкают свежим кафелем и приобрели совершенно иной вид, чем раньше. В целом, в муниципалитете делается всё необходимое, чтобы к 1 сентября была полная готовность образовательных учреждений. Работы ведутся, можно сказать, уже заканчиваются. К 1 сентября все учреждения образовательные Славянского района будут готовы принять детей. В основном ведётся на окна замена и кровель, а также внутренние работы, санузлов, чтобы дети качественно получали образование и находились в комфортных условиях. Таким образом, летнее время было использовано, чтобы навести полный порядок и улучшить комфортность школ и детских садов. И эти усилия дали свой положительный эффект. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».